Магадан посетили исследователи Московского музея истории ГУЛАГа. Делегация из трех человек приехала на Колыму для изучения лагеря. Они пробыли в Магадане несколько дней. За это время изучили инфраструктуру заброшенного лагеря. Своими достижениями о исследовании ГУЛАГа группа поделилась с магаданскими в библиотеке имени Пушкина. Сейчас мы хотели с вами поделиться результатами наших исследований. Надо сказать, что это наша не первая поездка. Я уже даже сбился со счета. Это очередная поездка. Первый раз я там оказался в 2014 году и вообще на Колыме. И с тех пор каждый год, иногда по несколько раз, приезжаем сюда. И, собственно, идея, которая зародилась несколько лет назад, про музификацию лагеря, а потом она разрослась до создания музейной мемориальной инфраструктуры в Магаданской области. На встрече исследователи представили проект текущей поездки и детально рассказали о ее результатах. О своей работе с ГУЛАГом историки подготовили презентацию. Специалисты рассказали о значимости исследования лагеря. Вообще-то самая главная цель нашей деятельности – это память о людях, о конкретных людях, живых людей, которые там были. Мало того, там были конкретно в этой долине, как и в любой другой, не только заключенные, там были лагерные администрации, тоже разные люди. Для исследования ГУЛАГа с московскими специалистами сотрудничают и организации Магадана. Сотрудники отмечают, что инфраструктуру лагеря они восстанавливают по архивам и информационным центрам УМВД Магаданской области. Поддержку в исследованиях специалистам оказывает Магаданский областной кровеческий музей. Историки Московского музея истории ГУЛАГа стремятся к тому, чтобы лагерь признали культурным наследием Колымы, отметили эксперты.